Крюга ТВ Ну или Ирка, как её в простонародье называют, завтра будет по ней скорее всего обзор, но пока я решил остановиться на том, какие же ситуации случаются в боях и с кем иногда приходится играть, как бы это странно ни звучало, но, к сожалению, такие ситуации есть и они далеко не редкость, сами же знаете, как составляются команды и далеко не всегда они составляются в вашу сторону. Ну что ж, с этим нам, к сожалению, ничего не поделать и приходится как-то мириться с тем, что матчмейкер пока что работает так, вроде бы рассматривали какие-то балансы по скиллу, но пока ничего конкретного разработчики не сообщали и будем довольствоваться тем, что имеется. Тем более, что серия из хардсливов может быть как у вас, так и у ваших противников, так что не забывайте об этом. Ну что ж, а сегодняшний бой выделяется тем, что, во-первых, показан активнейший геймплей на Ирке, ну вот вы посмотрите просто, как я туда-сюда катаюсь, на самом деле, в обзоре на эту машину я упомяну данную штуку, конечно, казалось бы, она шустрая, сама по себе тачка, маленькая, быстрая, должна просто летать туда-сюда, но есть некоторые особенности, из-за которых, ну, лучше играть в стандартную ПТ, то есть стоять где-то сзади и уже оттуда отстреливаться. Этому как способствует малый запас прочности, так и не самый высокий показатель разгона. Машина, конечно, не слоупок далеко, но, к сожалению, до ББМок она не дотягивает, и поэтому, если уж вы и будете куда-то лететь, то это уже только после того, как все перед вами проверят и перепроверят, а иначе вы огребете, ну, просто моментально. Проверено на личном опыте, уж сколько у меня с нее тут не подгорело, все говорят имба-имба, а пока не привыкнешь, первые там бои будут не очень результативными, потому что будешь думать, что действовать на ней надо, как на ББМ. К сожалению, это не так, и, в общем-то, из-за этого могут у вас возникнуть некоторые проблемы. Но не буду сейчас рассказывать все особенности данного агрегата, больше уже, конечно же, расскажу в обзоре, и давайте потихонечку переходить к самому бою. Как вы видите, ситуация в нашу пользу, все шикарно, 10-6 счет, противники сливаются, и у меня тут какой-то даже вылез случился. Но, в общем, ничего такого травматического для меня и для моей команды не предвидится, все потихонечку настреливают, я тут тоже со своей позиции успел довольно неплохо пострелять, хотя, ну, 2700, это не такие уж и большие цифры, но, в любом случае, это довольно неплохой урон все-таки, для Ирки может и далеко не показатель, но, в целом, свои хп отбил, и даже больше, чем в два раза, так что можно быть уверенным в том, что я был полезен. Так вот, и буквально за несколько секунд счет стал 5-6. 5-6, половина команды нашей умерла, которая была еще в строю, и в результате теперь мы воюем уже в меньшинстве против большего количества противников, да и я решил поддержать наше какое-то не особо бодрое наступление, и подумал, а почему бы мне не забрать этого М60А3? И, собственно, это была бы хорошая идея, если бы здесь не обнаружился Фокс, которого я сейчас убью, в чем, собственно, не самая главная проблема, и еще несколько противников, которые стоят на горе. Мда-да, я нашел там ЕРК, ну, ЕРЦ, вернее, и да, она составит мне очень-очень много хлопот, плюс, к сожалению, естественно, М60-ый решил, что меня здесь надо додавить, а все, все союзники, которые были в радиусе хотя бы досягаемости, абсолютно умерли, и я оказался отрезан от внешнего мира, вернее, от своих союзников, и теперь, к сожалению, абсолютно ничего не остается делать, кроме как пытаться как-то крутиться и вертеться, и пытаться пробивать этого М60-ого, что бронебойными снарядами у ИРКИ получается не так уж и хорошо, особенно, когда тебя сверху пытается прессинговать такая же ИРКИ, у которой КД просто дичайшая. Ну, собственно, вы, наверное, и сами заметили, что перезаряжается аппарат просто моментально. Так что, в общем, ситуация-то просто патовая. Решаю, ну а почему бы не воспользоваться скоростью и закрутить его? Если уж и не убью, то хотя бы нанесу урон. И это, как ни странно, работает. Нашей подвижности вполне хватает, и я начинаю крутить М60-ого. Напихиваю раз, два и три, два раза влетают в двигатель с критом, но, к сожалению, остаюсь я уже слишком с маленьким количеством ХП. Здесь уже пытаюсь не метко стрелять, а быстро ездить, чтобы по мне не попадали, а, вероятно, на авось я и смогу откинуть по этой наглой ИРКИ, которая только им видит, чтобы мне тут засандалить разочек еще дополнительный. Но, к сожалению, моя череда везения все-таки будет прервана нереально крутиться против нескольких противников на открытом пространстве. Ну и посмотрите на этих красавцев 72 АФК, Чифтен АФК, ну и еще один дружес пятью хипами там непонятно что делал. Вот такой вот бой, и вот такие вот веселые ребята попались мне в этой команде. Ну что ж, со всеми бывает, и вот эти результаты боя, которые я отыграл довольно достойно. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, не забывайте поставить большой палец вверх и подписаться на канал. Еще увидимся!